Совещание началось с отчета первого заместителя главы администрации района о социально-экономической ситуации и о ходе исполнения бюджета. Доходная часть районного бюджета выполнена на 79,5%. При плане 79 миллионов 430 рублей на 1 сентября текущего года поступило 63 миллиона 116 тысяч. При этом такой вид дохода, как налог на прибыль предприятий и организации, выполнен больше, чем на 100%. Основными бюджетно-образующими предприятиями являются рыболовецкие предприятия. То, что касается расхода. Восстаток на начало года в сумме 3 миллиона 591,9 тысяч рублей. Доходы в сумме 63 миллиона 116,9 тысяч рублей. Дотации из республиканского бюджета в сумме 70 миллионов 273,4 тысячи рублей были направлены на расходы бюджетной сферы Черчирского района. По состоянию на 1 сентября 2020 года. В том числе на национальную экономику было направлено 1 миллион 269,2 тысячи рублей. Учитывая убыточность городских перевозок, бесплатный провоз школьников-госслужащих с целью компенсации частей затрат АТК на организацию движения городского транспорта было выделено 128,6 тысяч рублей. На образование района направлено 82 миллиона 306 тысяч рублей. В том числе заработная плата 79 миллионов 557,4 тысячи рублей. На культуру, искусство и СМИ района направлено 9 миллионов 604,6 тысячи рублей. Заместитель начальника РУВД по Ачимчирскому району Бата Аломья доложил о криминогенной ситуации в районе. За 8 месяцев текущего года совершено 26 преступлений. Из них раскрыто 15. В сравнении с прошлым годом количество преступлений сократилось на 17. И это стало возможным благодаря проведенным профилактическим мероприятиям. За 8 месяцев 2020 года службой ГАИ УВД по Ачимчирскому району зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий. Число погибших составило 3 человека. 16 лиц получили телесные повреждения различной степени тяжести. За аналогичный период 2019 года было зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий. Число погибших составило 5 человек. 17 лиц получили телесные повреждения. В ходе обсуждения эпидемиологической ситуации выяснилось, что школы Ачимчирского района не обеспечены в полной мере средствами индивидуальной защиты. Аслан Жаня дал поручение министрам здравоохранения и просвещения лично посетить школы, ознакомиться с ситуацией и доложить ему. Обедите все школы, лично сами убедитесь, что там есть и что должно быть. И из этого будем исходить. Для начала дайте правдивую информацию. Хотя бы так. Договорились, товарищи министры? Завтра в 19.00 обстановку докладывайте мне. Есть представитель СГБ здесь, в зале? Есть. Есть. В субботу пойдешь перепроверишь. Ту информацию, которую они представили. Если она не будет соответствовать действительности в понедельник, будем делать оргроводы. Я не шучу. И одно и то же говорить не собираюсь несколько раз. Имейте в виду, все на старте, товарищи чиновники, кто будет врать и дезинформировать. Хотя бы правду, чтобы мы знали для начала. В ходе совещания Сламжане сообщил, что в каждом районе республики будут проводиться подобные встречи, чтобы иметь объективную информацию в условиях кризиса. Президент также отметил возможность усугубления экономического кризиса. В этих условиях правительство предпринимает определенные антикризисные меры. В сайте городского собрания, районного, выступал и говорил, какие меры в пожарном порядке, в срочном порядке мы должны предпринять, чтобы как-то помочь сельчанам. Мы должны в ближайшие две недели предпринять меры, направленные на то, чтобы перевалка цитрусовых через государственную границу, стоимость этой услуги сократилась существенным образом. В прошлом году это было около 12-13 рублей. Сегодня это должно быть существенное сокращение. На этом этапе, как пакет антикризисных мер, правительство будет заниматься решением этих вопросов. И ситуация будет оптимальным образом реализована. Я вам это гарантирую должностями, которые занимают высокие руководители в экономическом блоке. Они за это будут отвечать своими должностями. На встрече жители задавали вопросы президенту и членам правительства. По поводу перспектив комплексного плана, согласно социально-экономическому развитию страны, будет ли он и включен ли наш район и город, район в целом и город в частности в этот комплексный план. И какие проекты мы можем ожидать в 2021 году. Еще хотелось бы добавить через запятую, что немаловажный проект для нас, для чемчирцев, представляет. Я думаю, что для всех жителей страны, особенно в Восточной Абхазии, освещение нашей республиканской трассы, в частности от Кадора и, соответственно, до конца нашего района. По предусмотренным мероприятиям в рамках инвестиционной программы, соответственно, социально-экономическому развитию на ближайшие три года, действительно предусмотрено небольшое количество, но тут, тем не менее, ряд мероприятий по Чимчирскому району. В том числе ремонт автодороги в селе Мок, ремонт автодороги в селе Моркула, небольшое количество ремонта автодорог в городе Чимчира и освещение республиканской трассы, соответственно, на участке Сухума-Чимчира. Это мероприятие 2021 года. Также планируется строительство водозабора в селе Мок. Это тот комплекс мероприятий, который уже предусмотрен программой. В ходе совещания с активом Чимчирского района также обсуждались проблемы сельского хозяйства, обеспечение электроэнергии и другие вопросы.